Какие институты уже успели продемонстрировать свои концертные программы на студенческой весне 2024? Горбатый мост подвергнется реконструкции. Нет возможности конструктивно его восстановить, то есть сохранить то в виде, какой он есть сейчас. Чудо-транспорт, работающий по принципу воздушного шара и дирижабля. Всем привет! В эфире универновости, а в студии Максим Мартынов. 12 марта в Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялась встреча доцента кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения Самарского государственного института культуры, доктора культурологии Светланы Орещенко со студентами. Прочитанная ею лекция была посвящена теме современного отечественного кино. Объектом обсуждений стал полнометражный художественный фильм советского и российского кинорежиссера, сценариста и художника Рустама Хамдамова «Мешок без дна». Он был снят по мотивам новеллы в чаще японского писателя Рюноске Акудагава и завершен в 2017 году. Светлана Орещенко рассказала студентам о том, что она исследует фильмы с точки зрения кинотекста, то есть результата транскрибирования всего текста фильмов. Основное внимание киноисследовательницы обращает внимание на фразеологизмы, так называемые кинологасы, новые слова, которые после выхода фильма становятся устойчивыми выражениями, и символы, метафоры, концепты. По ее мнению, фундаментом любого киносюжета является концепт «свои чужие», а во фразеологизмах заключена кладезь «мудрости народа». В Институте управления экономикой и финансов Казанского федерального университета прошла встреча иностранных студентов из Республики Узбекистан с представителями Генерального кодсульства Республики Узбекистан в Казани, Дома дружбы народов Татарстана и Министерства внутренних дел по республике. Такие мероприятия проводятся в ВУЗе часто. Все для того, чтобы иностранные студенты знали о своих правах и обязанностях. Присутствующие учащиеся задали интересующие их вопросы, рассказали о процессе обучения и условиях проживания, а также побеседовали с приглашенными гостями. Студенты превращают сцену в магию. Готовьтесь к потрясающему шоу, которое заставит вас погрузиться в мир танцев и театра. Какие именно концертные номера сегодня в программе узнавал наш корреспондент. В Казанском федеральном университете продолжается ежегодное мероприятие «Студенческая весна-2024». «Студенческая весна» для наших студентов – это не просто фестиваль, а возможность проявить себя, получить удовольствие от процесса подготовки и самого выступления, а также разнообразие учебно-студенческих дней. 12 марта свои конкурсные программы представили студенты двух институтов – Институт экологии и природопользования и Институт управления экономикой и финансов. Помочь передать суть идеи помогают неординарный театральный коллектив «Лягушки» и танцевальный коллектив «Восемь восьмых» из Института экологии, а также танцевальный коллектив «Спик Аут» и народный ансамбль «Сморозина» из Института управления экономикой и финансов. «Лягона! А когда он приедет? Сейчас! Встречайте, маэстро!» «Бандюк! Добрый десён! С вами я, псиодоткио Вальгис! Всем приятного познакомства! Ма! Ха-ха!» «Ой, мы так рады вас видеть! Ну, как мы и договаривались, я вам, вы мне!» «Ну, конечно, дорогуша, я человек слова! Ха-ха!» «Ой, я с нетерпением жду, когда вы отвезёте меня в Париж!» «Вы непременно там побываете!» «Ну, тогда я вам не мешаю!» Представление Института экологии и природопользования повествует о директоре театра, который предлагает режиссёру уволить актёров, чтобы в её кармане оставалось больше денег. Но режиссёр напоминает ей о письме, который прислал призрак, обитающий в данном театре. В письме написано «Не поступать так с театральной труппой», но директор просто закрывает на это глаза. Чтобы не мучить себя этими глупостями, она решает позвать детектива, который найдёт того самого призрака. Из допроса выясняется, что обвиняют совсем невинную актрису, которая хотела лишь стать примой. Но странные вещи, которые происходили в театре, делал абсолютно другой актёр, который просто хотел манипулировать директором, но у него ничего не получилось. Директор, узнав всё, увольняет целый коллектив и закрывает театр. Но в этот момент звучит голос настоящего призрака, который предлагает продать театр режиссёру. Директор с лёгкостью соглашается, потому что этот театр уже ничего и не даёт. А режиссёр и театральная труппа приходят к выводу, что любая мечта может сбыться, только если в наших сердцах не угаснет надежда. Такими темпами никакую девочку не привлечёте. А как же завоевать её сердце? Сейчас объясню. Концертная программа Института управления экономикой и финансов повествует о трёх ребятах. Алексея, Натальи и Алмази, которые идут на практику в библиотеку, место, у которого есть душа. Директор разведения даёт им задание привлечь как можно больше людей для того, чтобы количество читателей увеличивалось. Во время задания они делают много выводов о них самих и их взаимодействиях, потому что книги в этой библиотеке оживают и меняют людей, помогают разобраться в себе. Алмаз и Наташа, которые когда-то встречались, приходят к тому, что в расставании виноваты оба. Не стоит перекладывать вину на кого-то одного. А Алексей, который трудился до смерти, потому что боялся, что подведёт кого-то, понял, что нужно брать отдых и не пытаться оправдывать ожидания других людей. Им удаётся придумать план к их заданию, а именно оцифровать библиотеку, сделать её виртуальной и доступной для каждого. Но данная идея абсолютно не нравится директору, ведь вся магия заключается в книгах. А если всё будет оцифровано, то все чудеса исчезнут. Но ребятам удаётся его переубедить. Благодаря практике в библиотеке каждый из студентов начинает ценить то, что не ценил раньше, и понимает, что хорошо, а что плохо. А книги с магией внутри теперь может прочитать каждый. Трансляции ежедневно проходят в официальном паблике Универ ТВ, в социальной сети ВКонтакте. Милена Шестакова, Универ Новости. Когда-то в этом месте кипела жизнь. Около века назад здесь было конное движение. Чуть позже его заменило автомобильное. А затем здесь проложили трамвайные рельсы. О том, где находится горбатый мост и почему его совсем скоро не станет, узнавала наш корреспондент. Мост через старое русло Казанки, прозванный Горбатым, признали аварийным. Раньше здесь кипела жизнь. Сначала по нему передвигались конницы. Позже на смену пришли автомобили. Потом проложили по нему трамвайные рельсы. Жители понимают, что мост опасен. Но, однако, за неимением альтернативы и дело привычки, они не могут отказаться от передвижения по нему. Эксперты считают, Горбатого только демонтаж исправит. Мост через реку Ка в городе Ка с вековой истории будет пущен под снос. Стройка длилась долгие годы, будучи первой подобного масштаба для истории республики. Заменив собой временную переправу, которую каждый год разбирали перед весенним половодием, мост был воспринят казанцами как подарок. Однако насыпь по обоим берегам реки оказалась ненадежной. Арка, соединявшая две слободы в одно целое, с самого начала была обречена на незавидную судьбу. Это же время было конструктивизма, время экспериментов, вот таких крупных, большепролетных конструкций. То есть это по факту все были эксперименты, так или иначе. Еще до окончания строительства основание моста успело обвалиться. Свеженасыпанная земля – очень ненадежная опора. Всего на судьбу Горбатого выпало 33 несчастья. Забавно, что из-за недавно образовавшейся трещины многие думают, что он разводной. Нет возможности конструктивно его восстановить, то есть сохранить то в виде, какой он есть сейчас. В наши дни объект ремонту не подлежит. На портале госзакупок уже появился тендер на разработку проекта по его сносу. Однако выделенные на техзадание деньги из бюджета Татарстана – 12,6 миллионов рублей – не входят в стоимость самого демонтажа. Начало демонтажа было намечено на осень прошлого года, но было отложено после обнаружения на его земельном участке объекта культурного наследия федерального значения. В будущем территорию Адмиралтейской Слободы ждет колоссальная реконструкция. По инициативе Раиса Республики Татарстан, после возрождения Горбатого моста, по нему будет возобновлено пешеходное движение. Городозащитники предлагают создать на нем крытые рестораны. Облагораживание коснется и прилегающую территорию. Здесь будет открыт парк и восстановлено старое русло Казанки. Я думаю, лет 5-10 эта территория будет самая вообще интересная с точки зрения их открытий для горожан районам города. Для демонтажа уже был выбран подрядчик. Это ООО «Новый град». После окончания работ красота этих территорий заиграет новыми красками. Ведь новый мост облегчит не только проход, но и поможет увидеть красоту Казанки. Валерия Камолова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Хорошо полететь, да было бы где сесть. Покорить небесные высоты человечества стремилось с давних времен. Многочисленные попытки оторваться от Земли увенчались таки успехом. Аэростаты впервые позволили человеку подняться в воздух 20 июня 1803 года, а позднее и достичь стратосферы. Управлять таким механизмом довольно трудно, и без специального обучения подниматься в небо нельзя. В Татарстане прошла удивительная гонка на аэростатах. Экипажи соревновались в формате лонг-джамп – прыжок в длину. Участники взяли курс на Самарскую область. А время в пути до финиша составляло около 10 часов. Такой срок для участников установили впервые. Утром воздушные шары поднялись в небо в селе Ильинское. Всего было заявлено 10 смелых команд из разных городов, в том числе из Казани, набережных Челнов, Йошкаралы и Уфы. Однако немногие знают, как же на самом деле работает механизм аэростата, что заставляет аэростат поднимать людей высоко в небо. Пассажирские воздушные шары или аэростаты интересны с точки зрения физики тем, что они, по сути, оказываются легче воздуха, а принцип их действия основан на законе Архимеда. Впервые аэростат был запущен в 1783 году. Сегодня они используются для кратковременных, скажем так, воздушных путешествий с красивыми обзорами, а также для метеорологических целей, чтобы проводить измерения на высоте. А ранее они использовались в том числе и для военных целей. Это отличный способ наблюдения за противником, но также они используются для сбрасывания бомб. Если уклубиться немного в историю, то русская армия начала применять аэростаты еще в начале 20 века. Сначала это были привезные воздушные шары, служившие наблюдательными пунктами для разведки и корректировки огня. Такая техника активно использовалась в ходе русско-японской и Первой мировой войн. В годы Великой Отечественной войны привезные аэростаты продолжили использоваться в качестве наблюдательных пунктов. Воздушный транспорт используется и по сей день, но уже в других целях. Он активно используется туристами на курортах и служит средством передвижения в гонках на дальние расстояния. Аэростаты или воздушные шары устроены довольно просто. Это купол, оболочка, сделанная из некоторого полотна, и прикрепленная к воздушному шару корзина, называемая также гондолой. Это площадка, на которой находятся люди. Также в аэростате должна быть газовая горелка, которая нагревает воздух в воздушном шаре. Именно нагревание воздуха и позволяет аэростату взлететь. Используется выталкивающая сила, сила Архимеда, которая поднимает шар с более легким содержимым по сравнению с окружающим воздухом. Этот же эффект мы наблюдаем, когда смотрим, как поднимаются пузырьки в любой газированной воде. Всем известно, что каждому транспортному средству для движения необходимо топливо. Что же требуется аэростату, чтобы преодолевать большие расстояния? В газовых аэростатах подъемную силу создает газ внутри оболочки. Как правило, это водород или гелий. Водород в сочетании с кислородом становится взрывоопасным газом, поэтому применяется редко. Гелий является безопасным, но и более дорогим. Эксплуатация газовых аэростатов – это прежде всего большие затраты. И в то же время полеты на газовых аэростатах дают неповторимые ощущения. Полина Санникова, Универ Новости. В Истане были подведены итоги международного конкурса научно-педагогических работников стран Содружества независимых государств «Лучших педагог-2024». В числе победителей – доцент кафедры психологии и педагогики специального образования Института психологии и образования Казанского федерального университета старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории комплексной сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Вероника Васина. Она была награждена дипломом первой степени медалью «Лучший педагог-2024 СНГ» за вклад в развитие науки и образования. 16 марта в Самаре состоится научная лекция старшего преподавателя кафедры неотложной медицинской помощи симуляционной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Андрея Анисимова. Андрей Анисимов станет спикером научного лектория «Милмак Сайенс», который проходит в рамках окружного фестиваля «Наука молодых». Лекция эксперта КФУ раскроет тему трансплантологии. Что вы хотели, но боялись спросить? Врач-хирург и руководитель Центра органова донорства «Сила внутри» расскажет, как устроено донорство органов в России за рубежом, а также развеет популярные стереотипы и мифы, связанные с трансплантологией. 5 апреля в культурно-спортивном комплексе «Уникс» пройдет лично командный турнир по стрельбе из пневматического оружия среди работников структурных подразделений КФУ, приуроченный к празднованию 220-летия вуза. Будем ждать именно вас! На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова